Добрый день уже и мы зрители С вами доктор Константин Сегодня интересная тема лекции В видео уроке наше следующее Болезни рассудка Точка ТР2 ЕМН И не только точка ТР2 А меридиан тройного обогревателя Мы уже знаем обладает тонкой энергией И тонко что распространяет эту энергию Контролирует в нашем с вами организме Ну и конечно мы уже подчеркивали Что в точке ТР22 Что данная энергетика Тройного обогревателя входит В головной мозг И контролирует конечно же Что он гипоталамус, таламус и головной мозг И отдельные части головного мозга Мы это все обобщили для чего? Для того что Когда у человека наступает болезнь рассудка Давайте разберемся откуда эта болезнь появляется Ну давайте мы скажем Что мы здесь на этой земле люди все больные Каждый несет свою как бы миссию И доказывает что вот это правильно Вот это истина Другой кричит бежит Вот это правда В общем каждый пытается По этой жизни состояться И мы все понемножку что? Больные А когда проходит время То через время набирая жизненный опыт Мы понимаем и начинаем рассуждать Что все это жизненная суета Не нужно так все доказывать Бежать впереди поезда Объявлять остановку До которой еще 2-3 остановки Вот Потому не стоит мешать скажем так Праведное и грешное Что такое рассудок? Это сознание человека Как он сознательно подходит К жизненным Скажем так не проблемам А вообще к жизни К своей судьбе Вот кто-то хочет принимать Судьбу сознательно Вот и идти по ней А кто-то все-таки сопротивляется Пытается скажем так Стать другим человеком На который у него Нет даже полномочий от матушки природы Вот представьте себе Насколько человек сам себя дурачит Вокруг себя Вот дурачит И пытается еще стать счастливым За счет дурачения других и себя Но рано или поздно Как старые многие люди говорили Мудрые люди Что жизнь возьмет все И станет на круги своя Поэтому пожалуйста Уважаемый зритель Не дурите ни себя Ни близких рядом стоящих с вами людей Это логические мысли Сейчас вообще-то не в моде Логика Вот сейчас больше в моде голова Вот голова думает Значит я живу Голова там мысли О ну значит я уже живой человек А вот логически сопоставлять Вот мыслить Вот уже человек Скажем так Что здесь вот надо подумать И как смотришь Человек начинает себе глубоко ковыряться Ух ты Ты так далеко Так глубоко в себя Ты не заглядывал даже Уважаемый человек Потому прежде чем Говорить что Мысль материальна Подумайте Логично Что нужно логично сопоставить Для того чтобы поставить То есть получить эту материю И нужна ли она вам вообще Далее Что такое рассудок Это познавать По Мы говорили Это приставка на востоке По душа Вот душа знает Либо душа познает Либо наша с вами душа Пребывая в этом мире Что узнает что-то новое И что вложит в свой душевный файл Ту или иную информацию Потом берет оттуда И пользуется этой информацией Это называется уже Что Жизненный опыт Который скажем так Нигде не описан И как бы мы ни говорили Что ой Он совершит такие ошибки Пусть совершает такие ошибки Он совершит такие же ошибки Как совершили и мы И точно так же Будет по-своему Счастлив и здоров Что такое еще Скажем так Познавать Еще Есть такое понятие Рассудка Как понимание Человек Ты понял Что ты совершил Такой-то проступок Да понял Отложилось у него в голове Что Что это больше Не делать А другой говорит Да понял Не рассказал И опять пошел делать Этот же поступок То есть нету Простого понимания Вот такое Что нужно в себе взять Это И Слагать все эти понимания Что по этому Следующего Разве не было На сегодняшний день Очень многие люди Не пребывают В действительности В действии Которые происходят С ним С этим человеком А живут в иллюзиях Как это Ну вот Все люди тянутся Жить красиво Лучше Доказать другим Что они лучше Отдохнули в Анталии А другие хуже Отдохнули в Бердянске Хотя море Природа везде одинаковое Вот люди говорят Что там и подавали кофе На блюдечке На разносе А здесь подают Не на блюдечке А на стол ставят Как-то вот И мы все люди Пребываем в какой-то иллюзии Уходим от действительности Не хотим принимать Эту действительность Хотя в Библии написано Прекрасные слова В Евангелии Кто в чем призван Тому не стесняйся Призван ты рабом Будет рабом Призван ты лекарем Лечи искренне Честно человека Сердечно А то получается так Все мы хотим жить Счастливо Красиво Вот при этом Получать большие деньги Гонорары Но при этом Прибывать в какой-то иллюзии Вот я закончу Высшее образование Ну Работу сразу найду А тут раз Закончил высшее образование Другая проблема Третья Человек что Простите Проходит через эти иллюзии И понимает что Да подожди Я пребывал в какой-то иллюзии Вот бы сейчас Мне в 35 лет Мозги бы вернуть В 20 летний возраст Вот бы как я зажил бы Вот потому Не строите иллюзии Пребывайте В действительности В той Которой вы Действительно живете А не Существуете иллюзии Ну что такое Рассудок Это восприимчивость Вот как мы воспринимаем Нашу жизнь Кто-то воспринимает Ее слезами Кто-то воспринимает Как жизненный этап Новый Простите Кто-то воспринимает Как Ну Очередной урок Кто-то Не хочет воспринимать И не делать выводы Это все на что Болезни нашего рассудка Ну и конечно же Подведем такой итог Что же такое Скажем так Еще Болезни рассудка Это наше нежелание Во всем ставить Здравый смысл Мы во всем ставим Больной смысл Вот когда вы уйдете От этого больного смысла Перестанете болеть Этим рассудком Будете по-простому Принимать в своей жизни Во всем искать Здравый смысл Вот умный вор Не пойдет Умный вор Обойдет А у нас нет Как это Надо пойти на гору Посмотреть Потратить 2-3 дня Тот уже обошел гору Уже давно там Да В другой там жизненной ситуации А мы нет Мы пойдем в гору Чтобы с вами там не случалось Помните Что если вы болезненно Вот Во всем То есть во всем Здравый смысл Откладывайте на второй план И во всем Влаживайте Болезненный смысл Ваш рассудок Больной Чтобы этого не было Помните Тройной обогреватель Всегда надо содержать В тонусе Он всегда должен Работать Выполнять свою функцию Чтобы наш рассудок С вами Не болел И данная точка Тр2 И данная информация Вам в помощь Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok